Так, ну мы с вами сейчас начнем обсуждать реальную комбинацию реальной Вселенной, которая не является равновесным процессом. За это ее обсуждение довольно сложно. Надо хорошо понимать физику, которая стоит за этим процессом. И сделаем это мы в несколько этапов. Это вообще довольно поучительная история. Конечно, очень важная с точки зрения понимания того, как образовалось реликтовое излучение, которое мы с вами наблюдаем, и каковы его свойства. Это такая практическая польза. Кроме того, мы с вами поймем, что вообще и процессы происходили до рекомбинации и во время рекомбинации, ну и как на эти процессы могли бы влиять экзотические явления физики элементарных частиц, которые, в принципе, могли бы происходить в раннем серии. Значит, ну я напомню, что в результате нашего равновесного анализа мы пришли к тому, что температура рекомбинации составляет примерно 3000 кельян, а соответствующее время, хавловское, оно нам понадобится. H-1 в это время, это современное, H0-1. Ну и значит, как всегда, омега-м на единице плюс z рекомбинации в кубе плюс омега радиации на единице плюс z рекомбинации в четвертой степени и все степени минус 1 вт. В уравнении Фридмана написано. Численная величина составляет приблизительно 600 тысяч лет. Вот мы на эту цифру будем с вами ориентироваться, когда мы будем обсуждать такие процессы быстрые и медленные в ранний путь, численная доля-комбинация во время комбинации. Значит, полезно обсудить, этим мы займемся в ближайшее время, полезно обсудить, собственно, доли комбинации кинетическое равновесие, химическое равновесие существовало или нет. Ну, например, мы знаем, что температура фотонов падает как единице на T, или единице на 1, как единице на масштабный фактор, а температура электронов и протонов нейлетических частиц, если не было фотонов, падала бы как единице на масштабный фактор в квадрате. Поэтому, как мы с вами говорили, в процессе расширения Вселенной происходит перекачка энергии от фотонов к электронам и протонам. Это быстрый процесс или медий? Имеется ли кинетическое равновесие между электронами, протонами и фотонами в этой среде? Вот это тот вопрос, которым мы будем обсуждать с вами в ближайшее время. Итак, начнем с электронов. Значит, они подогреваются, фотоны. Подогреваются они в процессе Каптоновского рассея. Есть электрон с импульсом ПЕ. Есть, давайте другим цветом нарисуем, фотон налетающий с импульсом К. И давайте обозначать импульсы вот так. Омега – это его частота. Есть фотон, рассеянный этим электроном, с импульсом К' и частотой омега-штрих энергии. Омега-штрих. Ну и электрон. Тоже полетел куда-то там, чуть в сторону. Некрасиво, неправильно. Импульс должен сохраняться. Такая ситуация. Электрон может прилететь на ворот вот сюда. Сюда. С импульсом ПЕ штрих. Ну и удобно ввести углы. Какие углы? Угол между налетающим фотоном и налетающим электроном θ1. Угол между вылетающим фотоном и налетающим электроном θ2. Ну и угол рассеяния фотонов θ2. Угол θ2. Тракинематика. Значит, ну, прежде всего, сечение рассеяния. Если электрон медленный, то сечение рассеяния фотона ни от чего не зависит. Ну, хотя, точнее, оно зависит от угла θ2. Но полное сечение ни от чего не зависит. И это томпсоновское сечение, хорошо известно из атомной физики. Для меня важно будет численное значение. 6 и 7 на 10 минус 25 квадратных сантиметров. Ну, формулу можно найти в соответствующих учебниках. Для меня они не важны. Что важно, конечно, не сечение, а важна передача энергии. Важна не только вероятность столкновения фотона с электрономом, но и передача энергии. Раз мы собираемся электроном подогревать. Электрон тяжелый. Фотон об него стукается, отскакивает. Электрон при этом начинает двигаться, но медленно. Поэтому передача энергии маленькая. Ну, давайте поймем, какая же она. Я должен поймем, какая передача энергии. Давайте запишем закон сохранения четырехмерного импульса. А именно, налетающий электрон плюс налетающий фотон. К сумма импульсов минус импульс улетающего фотона равно импульсу электронных улетающих. Давайте его заведем в квадрат. Я это сделаю в уме. Значит, это четырехмерный импульс. Значит, PE в квадрате равно NE в квадрат. АК квадрат равно нулю. И также для вылетающих электронов в квадрате. Электроны и протоны. Вот, когда я буду возводить в квадратность. Первый слагаем у меня. Значит, квадрат P будет равен M в квадрат. Сократится с правой частью тоже M в квадрат. Останется что? Останется энергия электрона. Корень из ME в квадрате плюс PE в квадрате. Множить на разность энергий вдвое. Вот я сейчас сокращу. На разность энергий фотонов. Омега минус омега штрих. Плюс 2. Значит, скалярное произведение PE на K. Это есть косинус тета-1. Вот такая штука. Модуль PE на модуль K. Это есть омега. Косинус тета-1. Это я только тета-1 и ввел. А PE на K штрих. Это косинус тета-2. Поэтому здесь стоит минус 2 PE по модулю на омега штрих и на косинус тета-2. Так. И, наконец, это я умножил PE на K минус K штрих. Значит, K квадрат K штрих квадрат равно нулю. Останется минус омега на омега штрих. Но я уже сразу же напишу. Один минус косинус тета. Это скалярное произведение четырехмерного K и K штрих. Со знаком минус и 2 еще. Значит, скалярное произведение – это произведение энергии, минус произведение импульсов. Произведение импульсов – скалярное – это произведение модуля импульсов, которые есть сами омега и омега штрих, умножить на угол, вот это тета, угол рассеяния, косинус угла тета, угла рассеяния фотона. Все это равно 0. МГ в квадрате я сократил. Значит, ну двойки есть, можно убрать и получить такую вещь. Значит, что меня интересует? Меня интересует разность омега минус омега штрих. Это как раз и будет передача энергии электрону. Дета Е равняется омега минус омега штрих. Ну и давайте посмотрим, чему это равно. Значит, надо вылезти отсюда омега штрих из этого равенства и, ну это поставить, ну понятно, вот в это выражение здесь. Что мы получим? Мы получим первое слагаемое большое. Значит, что значит большое, что значит маленькое. Значит, P, E по модулю – это что такое? Это величина порядка, значит, корень из температуры на массы электрона. Если электрон движется с тепловой скоростью, мы его хотим немножко подогреть, значит он уже движется с тепловой скоростью. Значит, энергия электрона, P квадрат на 2m, кинетическая, порядок температуры. А омега – тоже порядка температуры. Поэтому вот этот шлен здесь большой, ну и омега штрих примерно равна омега, тоже большой. А вот следующий слагаемый – поменьше. Значит, здесь у нас стоит T3 вторых, а здесь у нас стоит T в квадрате. Обязательно меряется масса электрона. Значит, поэтому первое главное слагаемое, как бы главное слагаемое, выглядит так. Это омега, P, E по модулю на массу электрона и на такую комбинацию. Косинус – это 1 минус косинус – это 2. Плюс поправки. Почему поправки важны? Потому что это слагаемое, на самом деле, при интегрировании по углам зануляется. Оно не знака постоянная, это величина знака переменная. Значит, сечение рассеяния зависит только от угла θ, а не от угла θ1 и θ2 по отдельности. Поэтому, значит, в результате интегрирования по углу налетающего флотона θ1 при фиксированном θ, это величина знаменитца. Окей? Она знака переменной. Значит, поэтому, казалось бы, главный член, на самом деле, никакой не главный. Он равен 0 после интегрирования по углам. А следующие члены такие. Значит, вот отсюда, например, возьмется что? Отсюда возьмется омега на омега штрих. Значит, омега квадрат на температуру. Ну и интеграл от единицы минус косинус θ, который не равен. Значит, число порядка единицы на омега квадрат на температуру. Еще одно есть слагаемое, которое возникает тогда, когда мы учтем, что здесь омега штрих не равно омега. И это слагаемое выглядит как-то так. Это есть омега, то же число, п е в квадрате на массу электронов в квадрате. Понятно, да, откуда оно взялось? Омега штрих – это почти равно омега, но есть поправочка вот такая. Поэтому, значит, у меня возникнет, ну, в омега штрих будет поправочка, и у меня возникнет, соответственно, такой дорез. Вот, значит, оба этих слагаемых, если меня интересуют энергии фотонов и электронов тепловые, оба этих слагаемых порциональны. Так, неправильно написала не на Т, здесь, конечно, а на МЕ. На МЕ. Понятно, вот это МЕ, оно влезет в знаменаты. Значит, оба этих члена пропорциональны температурой в квадрате на массу электронов. Значит, дельта Е, передача энергии, порядка Т в квадрате на массу электронов. Значит, поэтому, если мы хотим подогреть электроны, то характерное, то нужно сделать несколько шагов. В одном столкновении передать энергию какую-то порядка температуры, доль температуры, не удается. Значит, передача энергии подарена фактором Т к МЕ. Это маленькое число. Масса электронов все-таки это полмева, а температура нас интересующая, это в области электронов вольта всего. Поэтому требуется некоторое число столкновений, N, чтобы передать энергию в порядок температуры. Значит, N должна быть, это величина порядка Т к дельта Е. Если мы какую-то, там, одну десятую, одну сотую температуру хотим передать электрону, то это приходится делать ввод со столк шагов, за столк столкновений с фотом. Ну и отсюда мгновенно следует оценка для времени, характерного времени, которое требуется на подогрев электронов, на то, чтобы поддерживать кинетическое равновесие электронов. Значит, мне что надо сделать? Нужно взять число столкновений и поделить на, ну, стандартное выражение, сечение Сигма-Т и то-то числа потомов. Значит, Тау-Е на Сигма-Т на Н-гамма должно равняться числу столкновений. Но Н-гамма мы с вами знаем. Напоминаю, что Н-гамма это два Z от трех на Пи квадрат и на Т в кубе. И тем самым мы получаем, что от Н-гамма это температура. Значит, ну вот подставляю, что Тау-Е это величина порядка, значит, М-Е, значит, М-Е поделить на Т, М-Е на Т, Томсеновское сечение и Н-гамма. Значит, ну теперь, если, давайте подставим числа, но я это делать на доске не буду. Нас электроны знаем, Томсеновское сечение выписал, тоже знаем. Число фотонов нам известно, все известно. Значит, тогда при температуре 3000 Кельдин мы получим, что вот этот Тау-Е, время, характерное время подогрева фотонов составляет примерно 6 лет. Подогрева электронов составляет примерно 6 лет. Что, конечно, много меньше, чем в Хаббловское время 600 тысяч лет. В Хаббловское время у меня вполне успевает установиться кинетическое равновесие, электроны успевают подогреться, значит, с силиконом все в порядке. Они имеют, значит, тепловые функции распределения, характеризуемые температурой фотонов. Фотоны их эффективно подогревают. Замечу, что это время ведет себя как единица на температуру в четвертой, единица на Т в четвертой, а параметр Хаббла обратный ведет себя как единица на Т в степени 3 вторых, потому что H пропорционален, H минус первой пропорциональной времени, а температура, которая ведет себя как единиц на масштабный фактор, пропорционально единица на Т в степени 2 третьих. Поэтому параметр Хаббла ведет себя как единица на Т в степени 3 вторых, на материальной стадии. Ну а на радиационно-доминированной стадии H минус первой пропорционально единица на Т в квадрате. Это знаменитая формула, что H равно Т в квадрате на масштабный фактор. Поэтому при более высоких температурах неравенство Тау-Е много меньше H минус первой удовлетворяется еще лучше. Это означает, что и в ранние времена эффективно происходил процесс подогрева электрона, и они находились в тепловом равновесии с фотонами, и характеризовались тепловыми функциями распределения.